Ну что ж, как организатор мероприятия я сделал все свои объявления и могу спокойно переходить к нашей сегодняшней теме. Наша тема – арт-портал «Мировая художественная культура. Инструкция по применению». И сегодня мы поговорим об одном из проектов компании «Директ Медиа», который называется «Арт Портал». Давайте я вам сразу дам ссылку на этот ресурс. Так, минуточку. Вот мы будем с вами сегодня говорить об вот этом вот ресурсе. Вот, арт-портал – это в большинстве своем свободный ресурс, то есть на нем можно свободно, бесплатно, без регистрации находиться и решать свои задачи. Также часть функционала этого ресурса доступна только после регистрации, но, возможно, без оплаты. Ну и некоторая часть доступна только подписчикам. Подписаться на арт-портал можно как частному лицу, так и юридическому лицу. И об этом есть специальная страничка, где вы можете посмотреть, как это сделается и сколько это будет стоить. А мы сегодня поговорим, собственно, об этом ресурсе. Арт-портал «Мировая художественная культура». Проект, который существует у нас уже, ну, чуть меньше десяти лет, представляет собой, с одной стороны, галерею произведений искусства, а с другой стороны, гораздо большее. В нем есть множество страниц, которые удобно использовать, страницы разделов, которые удобно использовать при изучении того или иного материала в школе, либо в высшем учебном заведении. Поэтому мы позиционируем наш арт-портал как учебный ресурс. И, возможно, вы сейчас узнаете, почему. У нас на арт-портале аккумулированы более 65 тысяч изображений, примерно 7 тысяч авторов, 3 тысяч музеев. Скорее всего, эти цифры уже превышены несколько, но это такая вот скромная оценка. Изображения даны в достаточно хорошем качестве. Мы постоянно ищем изображения, которые стоят размещения в наилучшем качестве, чтобы их показать как можно лучше. И также сопроводительную информацию по ним также дать в наиболее полном объеме. И это составляет, собственно, часть нашей работы по порталу, которую мы совершаем. Множество стилей и направлений и жанров. Тут не буду все перечислять, их несколько десятков у нас представлены. Мы работаем не только, собственно, с изображениями, но и с интерактивностью, мультимедийностью. У нас есть галереи изображений, есть специальные слайдеры интерактивные, оси времени, оси времени даже представлены в нескольких разных вариантах исполнения. Есть видеоресурсы, есть интерактивные путешествия. Такие наиболее продвинутые наши ресурсы. Наши ресурсы — это интерактивные путешествия, в которых мы можем подробно изучать отдельные полотна художественные. Вот так примерно выглядит главная страница нашего сайта. Слева и внизу — оглавление. Наверху традиционно находится поиск, по которому можно искать изображение. Левое меню — это поиск по жанрам искусства, живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, театр, книжная миниатюра. Наиболее, конечно, хорошо представлена живопись, но вот примерно в том порядке, в котором здесь они приведены, и количество экземпляров произведений убывает сверху вниз. Конечно, лучше всего представлена живопись, потом графика, потом архитектура и так далее. Снизу тоже расположено меню, в котором мы видим возможность перейти к разделам «Арт-учебник», «Авторы», «Страны», «Жанры», «Эпохи и стили» и «Артотека». «Арт-учебник» — это такой некий обрамляющий текст, что ли, который позволяет всю информацию собрать в такой сжатый кулак. И, возможно, иногда именно с этого пункта имеет смысл начать работу с нашим арт-порталом, если вы хотите что-то почитать. Вот. Ну, сейчас я расскажу об этом чуть подробнее. Если вы ищете какое-то произведение, любым способом вы можете попасть туда очень многими способами. При помощи одного из рубрикаторов, при помощи поиска, прямым переходом с страниц, текстовых наших страниц, то у вас появляется вот такая вот, вот примерно такая страничка, на которой слева просмотр произведения, пока не в полном формате. Справа вся информация о нем. Как я уже говорил, атрибутика произведения, она может быть представлена достаточно хорошо. Мы над этим работаем, чтобы можно было как можно подробнее узнать все об этом произведении. Ну, и снизу часто представлен дополнительный текст некоторый, если он есть, описание данной работы на, ну, как правило, на абзац или даже чуть больше. Ну, и также есть кнопки для добавления в галерею и возможность скачать к себе эту картинку. Добавление в галерею доступно только тем, кто оформил подписку. Вы можете произвольным образом отбирать себе картинки и формировать собственные галереи по тому признаку, который вы хотите. Да, я уже сказал, есть возможность искать произведения по поиску, разумеется, по любому параметру, по автору, ну, по всему, что есть в описании произведения. Снизу формируется некая галерея рекомендованных для просмотра объектов, которые следуют из того, что вы выбрали. То есть это некий дополнительный, что ли, материал, который может понадобиться тем, кто захотел посмотреть вот данное произведение. Многие иллюстрации у нас даны с очень приличным разрешением, и поэтому важно то, что вы имеете возможность доступа к увеличенному просмотру таких произведений. Конечно, я хотел бы отметить, что те произведения, которые даны в очень хорошем качестве, их можно разглядеть очень с большим приближением, но эти произведения также у нас часто представлены и в нашем разделе Art Portal, который, как я уже говорил, в нем есть ряд разделов, которые посвящены интерактивным путешествиям. И вот эти интерактивные путешествия уже позволяют досконально изучить каждую картину, пройти и узнать некий комментарий специалистов к конкретным увеличенным изображениям данного произведения. У нас есть отдельные описательные страницы для авторов стран, жанров, музеев. Вот в частности, если вы переходите к авторам и начинаете искать произведения конкретных авторов, то попадаете на вот такую вот страничку. Ну, по крайней мере, это касается тех авторов, про которых есть подробная информация. Вот, бывают авторы, про которых, ну, почти ничего неизвестно, но вот для известных авторов, для всех существует вот такая вот страничка с описанием, портретом, если он существует, краткой биографией, и внизу то, что можно почитать и то, что можно посмотреть. То есть тут есть рекомендуемые к прочтению книги и ссылка на наш электронный магазин книг, где можно эти электронные книги приобрести, в электронном виде эти книги приобрести. А также снизу, собственно, собрание произведений этого автора, на каждый из которых можно тыкнуть, выбрать его и, собственно, начать просмотр. Также подробная информация у нас есть о большом количестве музеев, вот, со ссылками на, с описаниями музеев, с информацией о том, когда они работают, год создания, истории музеев, а также с отсылками на страницы, на сайты этих музеев, оригинальные сайты этих музеев, где вы можете получить лучшую информацию о том, что вас интересует по данному музею. Еще один раздел нашего арт-портала — это эпохи и стили, который вырос такой достаточно значительный раздел в последние пару лет. Сначала это был чисто информационный раздел, но потом он приобрел такое конкретное дополнительное звучание. Ну, выглядит это примерно так. Слева располагается название стилей в алфавитном порядке. Можно либо сразу перейти к какому-нибудь произведению из этого стиля, либо выбрать ссылку «Информация о стиле», и тогда вы попадаете в достаточно подробное описание. Вот примерно такое, в котором есть, во-первых, подробное такое учебно-научное описание стиля. Дальше слева, как вы видите, варианты стиль в скульптуре, стиль в живописи, основные авторы стиля, стили в странах каких-то. Ну и справа некоторый достаточно живой такой и хорошо оформленный мультимедийный отрывок, где про этот стиль воспроизводится короткий ролик с описанием этого стиля уже в видеоформате. Как я говорил, у нас еще есть и арт-учебник. Арт-учебник – это попытка собрать и сконцентрировать все вот эти вот отдельные разделы в некоторый обобщающий текст. И придать ему большее, как бы это сказать, большее значение учебное. То есть это попытка сделать самостоятельный учебный материал прямо на страницах нашего арт-портала. Вот поэтому, если ваша цель кого-то чему-то научить или научиться, то арт-учебник – это вот хороший вариант для того, чтобы с него начать этот процесс. Если мы хотим поговорить о мультимедийных возможностях нашего арт-портала, то тут одним из ее составляющих является лента времени арт-хронограф. Как я уже говорил, ленты времени у нас широко используются и в других местах, но в частности в нашей артотеке, в проектах нашей артотеки, о которых мы чуть попозже поговорим. И там это просто элемент рассказа о данном произведении, либо данном художнике. Ну вот, например, при рассказе о Зинаиде Серебряковой у нас есть лента времени и ее автопортретов, которая включает портреты от, если не изменяет память, от начала 20 века 1904 года, то уже преклонных лет ее жизни 1956 года. Ну, у нас есть и одна лента времени объемлющая, которая принадлежит всему проекту нашему. Эта лента времени называется арт-хронограф, выполнена она вот в таком вот трехмерном стиле. На этой ленте снизу представлена, собственно, сама лента времени с различными событиями от событий древности до наших дней. Это могут быть именно события, это могут быть появления каких-то произведений искусства. Ну и, кроме того, все это поделено на шесть направлений – история, архитектура, живопись, культура, литература и музыка. И именно по этим направлениям поделены события на нашей ленте времени. Вы можете либо непосредственно переходить снизу мышкой, выбирать ту или иную эпоху, а можете просто перемещаться по этой ленте времени, двигая ее вперед и назад. Произведение искусства появляется на ней вот в такой вот форме. На каждой из них можно выбрать мышкой и посмотреть более подробную информацию. Вот, например, так выглядит информация об одном из произведений. Видите, тут, если, конечно, есть такая подробная информация, да, это основная информация, дата, страна, материалы, история владения. Снизу подробная информация экспоната, где находится, в каком музее и так далее. Вот, это некий такой альтернативный способ доступа к нашей галерее, куда помещены основные произведения арт-портала, по которым есть хорошая информация, по которым есть хорошая датировка, вот, и которые вообще по своей ценности достойны того, чтобы поместить, как-то их выбрать и поместить на вот эту ленту времени. Ну, ортотека, мой любимый раздел, которому я в свое время тоже приложил руку, это набор отдельных проектов, которые выходят периодически. Вот, проекты представляют собой, ну, нечто вроде выпусков, как бы журнал, который выходит периодически, и каждый из выпусков посвящен либо какому-то направлению живописи, либо какому-нибудь имени, то есть какому-нибудь художнику, скульптору, либо какой-то группе художников, ну, и иногда посвящен отдельному произведению. Такое тоже бывает. Вот, в настоящий момент, если не изменяет память, около 120 или даже больше уже проектов в нашей ортотеке представлено, вот, и они наращиваются с каждым разом со временем. Наши подписчики получают доступ ко всем произведениям, вот, не только к текущим, которые будут выпускаться, но и ко всем, которые уже выпущены. Есть несколько проектов демо, которые можно посмотреть даже без подписки, вот, например, интерактивная карта «Последний день Помпеи», Иван Шишкин, художественное объединение «Бубновый валет» — это все открытые выпуски ортотеки, вот, которые можно свободно посмотреть. Что они из себя представляют? Как правило, это такой достаточно обширный и структурированный текст, выполненный в виде лонгри, да, то есть страницы для длинного чтения. В нем представлено от нескольких десятков до нескольких сотен произведений, тоже хорошо описанных, и содержит он различные мультимедийные интерактивные элементы, такие, как упомянутые мной уже оси времени, также интерактивные путешествия, тоже упомянутые мной, ну, и слайдеры и прочие такие интересные вещи. В общем, все в этих выпусках сделано так, чтобы чтение было, ну, это было не просто чтение, вот, и не просто рассматривание иллюстрации, но процесс больший, такой более увлекательный, позволяющий зайти на эту страницу, потратить там, ну, скажем, час времени, и чтобы это было увлекательно, и чтобы люди не уходили с этой страницы, потому что стало неинтересно. Вот. Пошли дальше по нашим. Да, вот так вот выглядит, например, типовое интерактивное путешествие. В данном случае это интерактивное путешествие по произведению Александра Иванова. Так, забыл, как называется. Бывает у меня такое. Простите, у меня просто выпало из... Да, явление Христа народу, конечно, да, или явление Мессии. Вот. Это произведение имеется в очень хорошем качестве, в гигапиксельном качестве, которое позволяет разглядеть буквально каждую фигуру, ну, и не только разглядеть каждую фигуру, но и нюансы лица какие-то, и даже разглядеть очень далекие объекты, которые находятся на картине где-то очень далеко. Ну, кстати, этот проект «Ортотеки», он открытый, его можно посмотреть и просто оценить вот масштаб этих произведений и ту работу, которую мы сделали. Александр Иванов еще... Это интерактивное путешествие хорошо тем, что Александр Иванов, прежде чем нарисовать эту картину, точнее, по мере ее рисования, он рисовал ее 20 лет, создал более 400 этюдов и эскизов к этой картине, и часть из них мы тоже показываем вот здесь справа при описании тех или иных сцен. Вот такие вот мультимедийные возможности, они тоже присутствуют у нас на арт-портале. «Галереи и коллекции». Еще один наш раздел – это «Галереи и коллекции». Ну, скажем так, это еще один способ представить нашу галерею, всю нашу галерею, весь арт-портал, в каком-то виде сгруппировав произведения по какому-то признаку. Как я уже сказал, если вы подписчик нашей арт-портала, то вы можете делать свои собственные галереи. Ну, кроме ваших собственных галереи, есть еще и галереи, которые созданы нашими искусствоведами. Специальные наборы произведений, такие как иконы, японская гравюра, ну и некоторые другие. Ну и вот среди галереи есть вот такая особая галерея, шедевры мирового искусства. Здесь такая выборка, ну скажем, самых известных произведений, которые надо знать любому образованному человеку. Конечно, все 50 или 60 или 70 тысяч произведений, которые есть у нас на портале, их знать не обязательно, а вот шедевры надо знать. И поэтому для них есть отдельная галерея, которая специальным образом составлена. И вот можно здесь познакомиться с шедевром, выбрав изображение по веку, по автору, по стране, по виду искусства. Ну и снизу вы видите состав этих произведений, можете их познакомиться стандартным уже способом. Также большой частью нашего арт-портала является арт-библиотека. И здесь я хотел бы остановиться чуть подробнее по той причине, что от библиотека это не другой способ подачи той же самой информации, а это очень дополнительная информация. То есть это примерно 3 тысячи книг, которые подобраны из нашей ЭБС, иной раз и подобраны дополнительно из нашей большой ЭБС, университетской библиотеки онлайн, те, которые имеют какое-то отношение к искусству. Теперь, находясь в арт-портале, будучи подписчиком арт-портала, вы можете иметь доступ к этой библиотеке. И это, во-первых, это сразу расширяет доступ к произведениям. То есть в этих книгах находится, наверное, еще примерно столько же произведений, сколько описано на самом арт-портале. Ну, разумеется, для этого вам придется эти книги пролистать. То есть они там не... Те произведения, которые находятся внутри книг, они не внутри базы данных от портала. Их можно просто найти чтением книг. Но, тем не менее, они есть, их можно оттуда извлечь при необходимости. Вот. Кроме того, это огромный массив текстов о искусстве, которые вы можете прочитать, не выходя с арт-портала. То есть это, в общем, серьезная дополнительная возможность для наших подписчиков, которые хотят... Ну, в частности, для тех подписчиков, которым, может быть, не очень интересно университетская библиотека онлайн, потому что там мало того, что им надо. Но зато они хотели бы знать все по искусству. И, соответственно, тогда есть повод приобрести подписку на арт-портал и вместе с ней получить доступ к арт-библиотеке и таким образом, каким-то образом покрыть необходимость в литературе по искусству. Да, ну вот тут примеры книг по искусству. Искусство и, скажем так, прилегающие к нему области, такие как любительское фото, как фотография. Кинофотография, собственно, тоже является искусством. Вот такие разделы здесь представлены. Если подробнее о них говорить, это архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство. Здесь они по алфавиту представлены, а не по частоте представления книг. Живопись, киноискусство, компьютерная графика, культурология, музеи ведения, музыка, реставрация, скульптура, танец, театр, теория и история искусства, художественная фотография. Вот исчерпывающий список рубрикатора первого уровня. А дальше там можно уже эти книги смотреть подробнее. Как всегда, можно их выбрать поиском, можно выбрать рубрикатором. Сортировать можно по названию автору году. Можно выбрать любую из этих книг и перейти на страницу предпросмотра. Ну, это вот тоже список выдачи. Это разделы каталога. Можно скопировать содержимое раздела, импортировать в Excel-файл. Вот. Таким образом, для дальнейшей работы уже. Это, конечно, не для... не для студентов, не для учеников, а для тех, кто организует обучение. Вот. Ну, сказал и потом подумал, а почему не для студентов? Студентам тоже может это понадобиться, эта возможность. Вот. Ну, и страница предпросмотра произведения, она очень напоминает такую... ну, немножко упрощена, но напоминает страницу предпросмотра в нашей университетской библиотеке онлайн. Здесь есть много кликабельных ссылок. В частности, можно посмотреть аннотацию книги, можно посмотреть содержание книги. И это сразу можно копипейстом перенести себе, если это необходимо. Вот. Вот если речь идет о содержании, если существует содержание, то вы можете сразу его получить. И вот справа, видите, номера страниц, на которые можно перейти сразу, не читая книгу в читалке с самого начала. Это иногда удобно, потому что, ну, вам иногда из книги нужно не все, а только конкретная отдельная глава. Ну, и, наконец, собственная читалка, которая представляет из себя также упрощенную читалку нашей основной ЭБС. Ну, тут все присутствует, что в читалке необходимо. Переход по страницам, увеличение, уменьшение масштаба, возможность распечатать несколько страниц, возможность поиска по тексту, по тексту книги и так далее. Ну, и в завершении хотел бы сказать, что у нас есть еще. Мы собрали за все время деятельности Директ Академии, мы провели большое количество вебинаров по искусству, причем это были вебинары как по арт-порталу, как сегодняшний вебинар, так и вебинары, собственно, по искусству. У нас прошло в течение двух лет, были две линейки вебинаров по жанрам искусства. Вот здесь все, вот на этой странице, которая здесь указана, они все приведены, и записи всех этих вебинаров на этой книге, на этой странице сосредоточены тоже в арт-портале. Вот поэтому я совсем забыл сказать, у меня весь, вся презентация содержит ссылки, вы можете скачать презентацию под кнопкой файлы, вот здесь у нас в вебинаре есть кнопка файлы, вот, и, соответственно, все эти страницы, которые я вам показывал, вы можете посмотреть. Да, спасибо. Спасибо. Вот, на сей раз я так достаточно быстро уложился, потому что у меня был план сегодня сделать просто обзор. где-то в конце апреля, или в середине, или в конце апреля, мой следующий вебинар, который будет посвящен ортотеке и интерактивным путешествиям, там я снова подробно расскажу вам о тех интерактивных путешествиях, которые у нас есть. Ну, у меня на сегодня все. Спасибо вам за внимание. КОНЕР ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА